Евгения, очень рада тебя приветствовать в нашей студии. Верю, что эта беседа будет очень интересной, увлекательной и полезной для многих людей. Скажи, пожалуйста, болезни. У каждой ли болезни? Я знаю, что очень многим верующим сегодня приходится сталкиваться с разного рода заболеваниями. И смертельными, и не очень, так скажем. И, конечно, что мы делаем в первую очередь? Мы идём к врачам. И это, знаешь, как вот эта женщина, которая всё имение своё раздала, но так и не получила исцеление. И мы ходим, лечимся, лечимся, и это как замкнутый круг. И не приходит исцеление, даже лекарства нам не помогают. Что это такое? Откуда? Имеет ли болезни действительно физическое обоснование? Или всё-таки все болезни духовны? Я не буду, конечно, радикально сейчас разделять, что все болезни духовны. Или к врачам ходить не надо, только истощите своё имение. Я просто поделюсь своим опытом бережным. Потому что в Библии написано, что праведник, веру жив будет. И у нас у каждого есть свой опыт. И самое главное, чтобы человек получил откровение о том. И поэтому, когда есть образец определённый, которым я сегодня поделюсь, человек может испытать этот образец, скажем так, и получить свои откровения об этих вещах. Я обожаю то, что Господь учит меня всю мою жизнь. Это было, что до того, как я пришла в церковь, в течение этого, в отношениях мы учимся и накапливаем определённые отношения с Богом, опыт свой, как поступать так или иначе. И моя вера в какие-то вещи, она мне помогает, и Бог меня проводит. То есть я всегда верила в то, что любая жизненная ситуация, она нам дана для того, чтобы вынести драгоценное, изничтоженное. Из болезней можно вынести определённые уроки. Из того, что ты попадаешь в больницу, можно вынести определённые уроки. Потому что в любом случае Господь везде, и Он будет учить тебя в том, куда ты попал. И я думаю, что если ты куда-то попадаешь, у вас что-то попадаешь, это вообще драгоценный опыт. По-моему, мы даже на какой-то передаче говорили про Анселон, когда его спросили про болезни. Он сказал, что спросил Бога к смерти, либо к славе. Если это к славе, значит, да, ищи эти драгоценности, куда ты попал. Это будет твой уникальный опыт, который ты сам пройдёшь, и ты научишь этому других людей. И знаете, вот я сегодня утром проснулась и размышляла. Я не люблю резко вставать, я люблю открыть глаза и как-то немножко подумать. Поймать свою внутренность, прослушать себя, что происходит внутри меня. Я давно уверовала в то, что Вселенная, она вокруг меня, и она внутри меня. Внутри меня есть леса, и горы, и ледники, и звёзды. То есть и это тоже я созерцаю где-то вокруг себя. Поэтому мы отражение того. Бог живёт в нас, и, соответственно, Он управляет Вселенной, которая внутри меня. И также Бог управляет Вселенной, которая вне меня. И вот местописание первое, которое я хотела с чего бы начать, Римлянам, 1 глава, 20 стих. «От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил». И значит, людям нет извинения, потому что они ненаблюдательны. Там другой стих уже, да? Если мы не наблюдаем, если мы не размышляем над тем, что мы видим, мы просто в пустую проживаем, мы просто попадаем в какие-то катаклизмы, что-то с нами происходит, но мы не делаем выводы. И это очень опасно, потому что это может повторяться много раз. Поэтому я к чему призывать хочу? Будьте наблюдательны. Наблюдайте над тем, что вокруг происходит. Наблюдайте, что происходит внутри вас. Учитесь чувствовать себя. И вот начну с того, что однажды, да, я верила, я уверовала, что ранами Иисуса мы исцелены, много есть местописания, но я видела, как все равно болезни приходят в жизни людей. И я помню, однажды я молилась в тайной комнате, и Дух Святого мне сказал такую фразу. «Ты должна покаяться перед своим телом». Я очень удивилась, потому что я об этом никогда еще не слышала, это было давно. И в Библии я тоже не помню что-то такое. Но когда я начала размышлять над этим, я поняла, что это логично. Почему? Потому что всю свою какую-то сознательную жизнь, до того, как я пришла к Богу, мы разрушаем свои тела. Мы курим, пьем, переедаем, я не знаю, ну что угодно. Мы, в принципе, не досыпаем или наоборот пересыпаем. Что-то мы делаем. Мы каким-то образом разрушаем тот храм, который Бог дал нам. Да, написано «Вы храм Бога». И вот мое тело – это то физическая оболочка, которая позволяет мне жить на этой земле. Соответственно, если я Дух, я имею душу, я имею эмоции, определенные мысли, желания, но я живу в теле, и тело – это носитель меня на этой земле. Когда это все закончится, мой земной путь, это тело, написано, идет туда, откуда взято, в прах, но мой Дух упадет на небеса. Но чтобы мне прожить действительно от начала до конца ту жизнь, которую Бог предназначил, временной отрезок здесь, мне нужно позаботиться о моем храме. В любом случае позаботиться о том, чтобы Он донес все-таки мой дух до конца. Потому что люди умирают раньше времени, потому что изуродовали, скажем так, свой храм. Не берегли, разрушали. И я поняла, что, в принципе, это логично. И я начала каяться перед своим телом и сказала, прости меня, что я разрушала тебя, что я грешила против тебя. И вот каким-то образом, там болит, там болит, какие-то моменты. Я прошу тебя, давай сотрудничать, чтобы мы вместе способны были сделать то, что мы должны сделать. То есть дух дыша тела, мы должны сотрудничать. Но не надо забывать, что дух – это главенствующая субстанция, это я. Я настоящий, это мой дух, который имеет определенные душевные переживания. Опять же, мы должны иметь исцеленные душевные переживания, эмоции от Бога. Но мы еще являемся в какой-то степени негативными эмоциями, пользуемся. И, соответственно, это тоже влияет на наше тело. И вот далеко ходить не надо. Врачи говорят, что все болезни – это нервы. Ну, пусть основная часть, скажем так. И вот тело – это как следствие того, что с нами происходит. То есть сначала что-то в духе произошло. И как следствие мы пожинаем это, мы это видим. И вот, когда я стала верующей, я, в принципе, захотела не болеть. Я начала сражаться с болезнями. Я связывала, развязывала, запрещала. И в какой-то степени мне это очень помогало. Я потихоньку ликвидировала все лекарства. Я верою начала исцеляться. Это было в моей жизни. Это были определенные уроки, прохождение, скажем так. Но я стала замечать, что иногда я редко болею. Но если я болею, то это очень жестко. И самое, что интересно, в этот момент, когда у меня муж, даже я помню, однажды напугался так, что у меня прям сильно, у меня и температура, болело все тело, все. Он меня повез в больницу, меня проверили пять врачей. И ничего не нашли. Просто ничего не нашли. Взяли анализы, и воспаление нет. Хотя тут же у меня была температура, и как бы все. И я ушла домой. И я начала молиться, и Бог мне сказал сделать определенные действия. И когда эти действия были произведены, у меня тут же все прошло. И я стала понимать, что есть болезни, которые нам надо внимательно отнести, в том плане, что что-то в духе мы пропустили. То есть какие-то духовные процессы, которые вокруг меня произошли, как-то я неправильно пережила, и поэтому они ударили по моему телу. И однажды, в очередной раз, у меня также я лежала, плакала, потому что болело у меня все. У меня муж обычно в это время тихонько закрывает дверь в спальню и уходит. Не мешать моим вот этим переживаниям в отношении с Богом, чтобы я там выжила сама как-то, и не знаю. Почему-то он думает, что я действительно веру, все это прохожу, и он не хочет мешать мои отношения с Иисусом в этот момент. Может быть, и правильно с одной стороны, хотя хочется, чтобы о тебе как-то позаботились иногда. Но тем не менее, в этот момент, когда я остаюсь одна, один на один, я начинаю размышлять, я начинаю думать, и вот я в очередной раз лежала, как-то плакала, и говорю, Господи, что происходит? Почему мне так больно? Что происходит? И Дух Святой заговорил со мной, Он начал мне показывать. То есть я на тот момент очень сильно удивилась, когда я спросила, и Дух Святой тут же со мной заговорил. Для меня это был тоже какой-то опыт, определенный конкретный вопрос, конкретный ответ. И я увидела именно вот эту цепочку, и я вспомнила тот момент, ту молитву, когда Бог мне сказал извиниться перед своим телом. Я прям четко увидела, что в Духе, то есть до этой болезни, скажем так, произошли определенные события в моей жизни, не очень приятные эмоционально. И то есть я начала думать, короче, как будто я забыла о своем Духе, да? Я как будто стала вот обычным человеком, который начал переживать за то, что со мной произошло. Я начала думать, почему со мной так поступили, за что у меня так, и почему. И вот эти моменты, когда что-то с нами происходит нехорошее, я начала думать и переживать, как этот человек так мог со мной поступить. И я заболела, как следствие, я поняла. То есть я как будто увидела всю картину. Но когда Бог мне показал Дух Святой, меня начал немножко корректировать, я увидела, что по сути, ну это не человек проблема. Человек это нейтральное существо, через которое может сатана влиять на меня. Что произошло со мной? Я лежу, я болею, я не дееспособна. Я увидела себя солдатом, раненым на поле битвы. Соответственно, если мы армия Христа, то нас хотят нейтрализовать силы тьмы. Мы воюем против не человека, а против духов поднебесных. И в этот момент я увидела, что по сути произошло духовное поражение моё. И я увидела, что против меня была высвобождена армия бесов под названием обиды, разочарование, депрессия. Но я не глазами Духа посмотрела на это, а посмотрела своей душой, эмоциями на человека. Меня обидели, я обиделась, это несправедливо. И мой разум начал думать, думать и думать, и, соответственно, моё тело заболело. И вот знаете, когда по-человечески люди так размышляют, это понятно, но мы духовные. Мы сегодня, у нас есть привилегия посмотреть по-другому. У нас духовные глаза есть. И Дух святой, как будто взял мой взор и переформатировал. Я увидела, как это выглядит в Духе. И тогда я получила ряд определенных откровений, что мне нужно было сделать. То есть я произвела это в Духе. Конечно, я извинилась, опять же, я вернусь к этому. Я извинилась перед своим телом. Я попросила свой Дух воскреснуть и стать сильным, и сражаться. И попросила свой разум, то есть свою душу уйти на второй план и пленять мысли в послушании Христу. Как это выглядит практически? Я говорю, ну как бы, я обиделась на человека, да, допустим, но я начинаю не на человека обижаться, я разделяю человека от демонического влияния и запрещаю этому демону влиять на меня. То есть если моя энергетика или там какие-то процессы направлены на человека, я поражение. Но когда я разделяю человека вот от этих духовных сил, дьявол может использовать любого человека. Через раны, через боль, через какие-то. И Бог может использовать. Но если ты духовная личность, ты увидь глазами Духа, раздели. То есть любая болезнь, если мы так вот легкомысленно, знаете, я даже честно вам скажу, я не пью лекарства, пока я... Если у меня даже сильно болит голова, все, что я делаю изначально, я хочу понять, от чего это. Потом, может быть, да, я выпью таблетку, если эта боль не выносила, но если я, пока я не поняла и не произвела определенных действий в Духе, я не убиваю эту боль. Почему? Я боль заглушила, да, но проблему не решила. Поэтому мне нужно пойти в точку вот отсчета, там разрулить ее, и потом уже как следствие, иногда даже это само по себе все проходит. Мне нравится, что Слово Божье дает нам безопасность. Бог нам дал свои законы для того, чтобы обезопасить нас. К чему я это говорю? К тому, что сегодня медицина, наука подошли к тому моменту, и мы уже сегодня слышим от врачей о психосоматике. Мы также сегодня слышим такие вещи, что негативные эмоции, как непрощение, обида, боль, они наш организм держат на низких частотах. И в этот момент наш иммунитет открыт ко всякого рода заболеваниям. Уже врачи сегодня говорят, что рак – это непрощение и тому подобные вещи. Что же делают эмоции позитивные, которые нам Бог говорит хранить внутри себя? Мир, любовь. Мы должны ходить в этом. Радость, прощение – это все поднимает нашу иммунную систему, наш организм на высокий уровень частот. Это высокий, да. Слово Божье дает нам безопасность. Потому что мы сотворены для этих частот. Мы должны в них жить. И когда мы находимся, соответственно, мы пожинаем болезни. Я думаю, знаете, перед верующими людьми, те, которые Христовы для них открыты, эти двери познания. Почему мы страдаем и болеем? Потому что мы не знаем, что можем не страдать и не болеть. То есть мы можем увидеть глазами Духа все то, что с нами происходит. Посмотреть, вот мне еще раз приведу один пример. Это было много лет назад. У нас была как раз библейская школа. Время библейской школы – это много суеты, много дел. Ты заняты. И мы привыкаем бежать. Мы начинаем что-то делать для Бога, для людей. И вот, знаете, вот в этом беге мы пропускаем некие духовные удары. Мы пропускаем, мы их не замечаем. Но я помню, у нас получилось так, что у меня дети заболели как раз. У них был конъюнктивит. Я купила капли, три дня покапала. И у одной прошло, у второй прошло. Но после того, как они исцелились, у меня началось. Можно сказать, ну, конечно, это же заразное заболевание. Я прокапала. Думала, сейчас три дня, и у меня все пройдет. Но самое, что интересно, я капаю четвертый день, я капаю пятый. У меня не то, что лучше. У меня все обостряется. Это уже выглядит очень страшно. И первые три дня я еще бежала. Я пыталась решать какие-то вопросы по телефону. Я давала какие-то советы. Но когда уже начинается вот это вот, знаете, когда ты уже практически ничего не видишь, ты выглядишь ужасно. Я смотрю на себя в зеркало, ужасаюсь. И я понимаю, что я уже не дееспособна. И я знаю, что вот эти ничтожные вещи, скажем так, плохие вещи, Бог будет вас использовать на благо. И что произошло? Я потихоньку понимаю, что я уже даже плохо вижу. И благо дома никого не было. Я легла, я замолчала, пошли этапы вот этих вот обращений обратно, да, вернуться в точку вот этой боли, понять, что происходит. Я прослушала какую-то проповедь, проповедь закончилась, потому что я даже уже читать не могла. И я просто тихо лежала вот в тишине. И вот за это время, когда ты отпускаешь все свои дела, отпускаешь какие-то мысли, то есть ты себя как бы отдаешь в этот момент Богу и позволяешь Ему проделать что-то в тебе. Я как будто бы Он взял мои глаза и их развернул внутрь меня. То есть пока я смотрю по сторонам, я бегу, что-то делаю, я не вижу вот эти духовные процессы. Но когда я остановилась, неизвестно, написано, остановись и познай. Остановись. В суете ты это не увидишь. Но когда я легла и успокоилась, в течение полдня, как будто мои духовные глаза внутрь меня, Бог так вот перевернул, и я вижу видение, как будто я бегу. И Бог мне говорит, куда ты собралась? И показывает мне. И я оглядываюсь назад, на определенном расстоянии лежит мое сердце, пригвоженное стрелой к земле. Он говорит, куда ты собралась? И вот в этот момент я понимаю, что мы настолько... То есть как-то произошла какая-то ситуация, и мое сердце было поражено. Но когда сердце поражено, это проблема. Впоследствии это могут быть определенные болезни, переживания эмоциональные. Очень трудно потом возвращаться, если ты далеко ушел без сердца, да, без чего-то. И я вернулась в духе, я увидела, как я подошла, вытащила эту стрелу, вернула сердце себе. Иногда Бог останавливает нас вот таким образом. Просто надо понять, что происходит. Знаете, я проснулась утром, у меня как будто вообще не было этой болезни. В одну секунду все прошло. И я верю, когда вот это вот есть, это реально духовные вещи. Богу иногда используют. И мы должны найти эти драгоценные сокровища вот в этих вещах. И вот для меня это был опыт. Опять такой же опыт. Я сложила его, сокровищницу своего сердца. И вот таких вот ситуаций очень много, когда я реально понимаю, когда я грешу против своего тела, но я это не замечаю. Я допускаю определенные мысли, определенные эмоции. И когда я услышала, ну я зверю, когда мы хотим что-то познать, Бог обязательно откроет. В те моменты, когда я искала ответы, я включила проповедь, и проповедница говорила как раз о тех вещах, которые мне сегодня нужно было получить. И я услышала, как она начала разговаривать со своим телом. И я вспомнила ту молитву свою, когда мне Бог сказал, покайся. Если я могу извиниться перед своим телом, значит тело слышит меня, и оно может мне ответить. Я получила, я думаю, попробовать мне надо. Я начала спрашивать тело, обижаешься ли ты на меня? Она говорит, да. А я потом спрашиваю, а я обижаюсь на тебя? Она говорит, да. И знаете, для меня как подпрыгнула вся моя болезнь вместе со мной. Я думаю, господи, неужели так бывает? Я говорю, а за что я на тебя обижаюсь? То есть мне было интересно. А она говорит, за то, что я толстею и старею. Для меня это было такое открытие. Мы можем внутри, знаете, переживать какие-то возрастные изменения. Или вот внешне, да, мы... Потому что сегодня мир диктует нам какие-то стереотипы, и мы даже неосознанно впитываем эти вещи. То есть если я сужу, где-то там что-то мне не устраивает, то есть это другими словами, я отторгаю себя. Если я кому-то завидую, я как будто выстираю себя и свою судьбу, и свое предназначение от Господа. То есть я смотрю в огород чужого, да, другого человека, не смотрю в себя, внутри, какие процессы происходят. И я покаялась перед своим телом, я извинилась, попросила опять его сотрудничества, то есть разобралась с этими духовными нечистивыми силами, остановила их, простила человека, соответственно, вот они, вот эти вот хорошие высокие частоты, когда я... После того, как я поняла, что это не человек, что это демоны, которые через человека просто использовали, они же могут использовать самых близких, через которых действительно нам становится больно. Но если я вижу духовно, духовный судит обо всем. Я могу разделить это, я могу реально перенаправить свои действия абсолютно по-другим, не по низким частотам осуждения человека, потому что я могла годами сражаться с человеком, плакать и говорить, как он так может, почему он так может. Но однажды в молитве Дух Святой мне показал огромного демона и вот такого человека. И я думаю, я обижаюсь на этого человека, который, в принципе, уже сегодня даже не может управлять собой. Он позволил вот этому демону, и, конечно, у меня взгляд поменялся, я обратила свою войну, скажем так, против демона, человека простила. Мне легко тогда простить человека, потому что это не он. И вот когда мы позволяем Духу Святому корректировать наши вот эти вот внутренние... Увидеть реально, что происходит, тогда мы победители. Тогда мы, знаете, я понимаю, что... Может быть, это не всегда сработает. Я рассказала часть, да? Что может быть с нами происходить, когда наши эмоции страдают? Когда мы пережили некие стрессовые ситуации, и мы заболеваем как следствие. Наше тело, оно как лакмусовая бумажка. Всегда, значит, ищи в Духе, что происходит. Где-то... Ты воин, ты пропустил удар, потому что все воины, они в Духе. Тело – это как следствие, душа – это как следствие. То, что происходит. И душа, она не может воевать с Духами. Она может... Разум может просто смирять твои мысли в послушании Христу, послушании истины, которую Бог говорит, да? Ты должен повелевать душе своей, делать то, что Дух, куда тебя Дух ведет. Не забывай, что ты Дух. Не забывай, что ты способен в Духе сразиться, увидеть, разделить и выйти победить. А следствие того, что ты победил там – исцеление, восстановление. Итог такой, что прежде всего нужно на все посмотреть духовными глазами, посмотреть внутрь себя, поговорить с Богом, сказать, Господь, что я сейчас прохожу, какой я удар пропустил, почему это сегодня происходит. И Дух Святой обязательно подскажет. Я в это не сомневаюсь, потому что Дух Святой, либо Он заговорит с тобой, либо ты откроешь книжку и прочитаешь. Либо что-то всплывет, какая-то ситуация. Это все не просто так. Когда мы просим, когда мы подчиняем все это Богу, Господь обязательно даст тебе правильные ответы. И не надо думать, что это вот только привилегии каких-то священнослужителей, потому что совсем недавно я служила одному человеку, который, я не скажу, что он посвященный верующий, но он стал понимать, что что-то с ним не так. Какие-то ситуации, сны становились плохие, сниться, там еще что-то. И он начал молиться и спрашивать у Бога. И Бог ему четко, ему сон приснился. Четко он объяснил, почему это происходит с ним. И он когда приезжал, он говорит, я вообще не... Как мне может такой сон присниться? Кто я такой? Кто я такой, что Бог так мне показал? Но самое главное, Бог говорит. Это первое. И второе, тебе надо это сделать. Потому что если ты игнорируешь, ты себя не смиряешь, ты не послушен, ты не способен будешь. То есть ты идешь в разрез истины. И, соответственно, ты будешь нести. Тебе, муж, просто надо перед кем-то покаяться. И твое тело восстановится. Потому что это Божья истина. Это не человек. Ты пойми, что это духовные процессы. Один муж Божий сказал, такие вещи, они так запали внутрь меня. Хотя я всегда это понимала. Он говорит, многие люди, которые выходят на алтарь для молитвы об исцелении, многим достаточно лишь просто самим закрыть дверь для дьявола, и они будут исцелены. То есть им даже не нужно, чтобы на них руки возлагали. Я вспомнила. Просто у меня всегда, я помню эту проповедь, это была одна из первых проповедей, которые я услышала, когда я стала верующей. Это вообще далекий, наверное, 2005 год был. И называлась она «Сила прощения». Михаил Дорбинян говорил. И вот там он рассказал такую историю, что одна женщина, она была глухой, она подошла к пастору, говорит, помолитесь за меня, чтобы мой слух восстановился. И в этот момент пастор получил откровение, они, да, вот именно в этой ситуации, он говорит, вам надо простить. Вы не прощаете там кого-то, да, вам надо простить. Она говорит, нет, я не готова. И она ушла домой. Но вечером перед сном она помолилась и приняла это решение, простить, ну, как бы начала молиться, прощать этого человека и заснула. Утром она проснулась от тиканья часов. За нее никто не молился. Она просто сделала в духе, совершила определенный духовный акт. И как следствие тело остановилось. То есть у нас многие, да, процессы, это вот одна сторона, скажем так, пусть, может быть, даже не все, но это основная, наверное, вещь, из-за которой мы страдаем, из-за которой мы болеем, что мы идем против воли Божьей, мы где-то пропускаем духовные процессы, мы где-то непослушны его истине, и как следствие мы начинаем болеть и страдать физически. Вообще каждому человеку нужно ну, поднаходиться в этой тишине и поговорить со своим духом, со своими эмоциями, с душой, с телом и попросить сотрудничать. Сотрудничать дух, душу и тело. Потому что это единство должно быть. И тогда мы способны прожить полноту линейной этой земле и совершить свое предназначение. Спасибо большое. Очень познавательная беседа. Я много что из нее подчеркнула. Я думаю, что она не будет невостребованной, потому что сегодня это есть. Поэтому спасибо огромное еще раз тебе, Евгения. Надеюсь, что мы с тобой встретимся скоро вновь. Спасибо.